и еще раз о музейной реставрации попробуем выделить пять правил допустим реставрации живописи правило первое реставраторов часто сравнивают с врачами они действительно лечат картины иконы и тут похожее основополагающее правило примум нон начеры не навреди то есть стремимся к минимальному воздействию поэтому всегда реставратор доказывает корректирует степень вмешательства и вообще целесообразность этого вмешательства поэтому используются утвержденные методики которые были опробированы и показали положительные результаты сходных условиях при сходных проблемах у музейного памятника объекта реставрации при этом есть очевидные сложности с реставрацией современных художников поскольку те материалы которые они использовали требуют новых подходов нестандартных решений а классические реставрационные методы хорошо справляются именно с классической живописью с живописью старых мастеров при этом сначала мы занимаемся так называемой консервацией останавливаем процессы разрушения затем уже доводим объект до экспозиционного вида то есть остановить разрушение можно но если нет глаза это мягко говоря мешает и тут уже после консервации собственно реставрации может дойти дело и до реконструкции до восстановления каких-то сложных фрагментов на основании аналогов но этот вопрос особый и иногда в музейной реставрации ограничиваются так называемыми собирающими тонировками без реконструкции чтобы просто эти утраченные участки сильно не мешали бы просмотру оригинала еще про степень вмешательства ну так например при очень ветких основах ну холст с дыркой например да на первых этапах проводится дублирование то есть подклеивание второго холста но это достаточно кардинальная операция есть более щадящие варианты ну допустим дублирование наращивание кромок краев картины для последующей качественной натяжки на подрамник при необходимости его подрамник меняют на новый поскольку он должен соответствовать современным экспозиционным требованиям то есть должен иметь внутренний скос крестовину раздвижную систему колки к линии для корректировки натяжения холста но понятно что старый подрамник часто несет в себе важную информацию о бытовании памятников подписи этикетки наклейки номера дырки от гвоздей подсказывают как натягивался и перетягивался холст поэтому если подрамник можно привести в соответствии с требованиями не меняя на новый ну так и делают его по возможности ремонтируют принцип не навреди определяет и использование обратимых материалов это второе правило например осетровый клей используемый в реставрации даже после того как он высох и все что нужно приклеил может быть снова приведен к подвижному состоянию под воздействием температуры и можно грубо говоря отклеить то что приклеено это означает что вмешательство реставратора можно будет убрать вернуться к тому что было к оригиналу в чистом виде для чего это нужно зачем нам снова картина с дыркой зачем нам натурщица без глаза ну просто наше вмешательство через какое-то время может стать нежелательно заметным краски например потемнеют и этот реставрационный процесс нужно будет скорректировать или повторить заново и при этом мы должны быть уверены что легко удалим инородные не затронув автора к тому же методики реставрации совершенствуются поэтому ну какие-то процессы возможно будет логично полностью переделать через какое-то время так например после консервации реставратор заделывает прорывы используя клей меловой грунт условно обратимой конечно работает строго в границах в пределах утрат да третье правило то есть никогда не перекрывает не прячет автора и границы да это третье правило реставратор лишь восполняет утраченное а не переделывает в отличие от того как подходили к починке картины икон раньше да и сейчас в немузейном поле тут закрасили перекрасили тут на автора зашли тут буквы переписали а тут и фон кстати использование необратимых материалов коммерческой реставрации тоже часто приводит к тому что определить где заканчивается поновление и начинается собственно автор но уже довольно трудно реставратор же отделяет свое вмешательство от автора укладывает тот же грунт строго в границах и тонирует ну то есть восстанавливает цвет и тон фрагмента также в этих границах сначала акварельными красками да легко обратимый материал а живописное восстановление масляными красками проводит после того как покрывает картину лаком то есть четкие границы этих дополнений легко прочитываются ну для зрителя они не так заметно а специалист сразу определит хотя бы потому как эти новые вставки читаются в свете видимой люминесценции в ультрафиолетовых лучах при следующей реставрации скажем лет через 15 при утончении лака они легко смоются и новый реставратор снова будет иметь дело только с автором еще одно важное правило в реставрации это контроль картину фотофиксируют в видимом свете инфракрасных ультрафиолетовых лучах описывают первичную сохранность проводят дополнительные исследования еще до реставрации затем план реставрации методики последовательность мероприятий принимает реставрационный совет музея ну такое коллегиальное собрание на котором позже принимается и работа после реставрации при этом реставратор ведет паспорт подробный отчет о каждом этапе работы с фотофиксации схемами и тому подобным в процессе работы реставратор контролирует процессы с помощью различных оптических приборов съемки в особых условиях при полизационном боковом свете степень равномерность утоншения лака например можно контролировать вот в ультрафиолете ну и наконец квалификация допуск к тем или иным видам работ к тому или иному памятнику а речь ведь идет о государственном музейном фонде если мы говорим о музейной реставрации допуск определяется присвоенной подтвержденной реставрационной категории что находится в видении государственной аттестационной комиссии ну и помимо своих сугубо профессиональных навыков в области восстановления реставратор должен быть ну на голову выше своих пациентов он должен быть умелым и скромным высшая похвала для реставратора когда его работа не видна в отличие от художников там выпендрежников больше поэтому реставратор должен быть настоящим мастером гуру владеть приемами живописи старых мастеров следить за новыми материалами и методиками и не нарушая правила набирать опыт постепенно от диагноза к диагнозу от пациента к пациенту ну это в идеале конечно так но а и и и Продолжение следует...